Федеральному агентству правительство доверяет, но данные проверяет, причем еженедельно. Росстат работает избирательно, он наблюдает только за злостными должниками. Однако и более добросовестных неплательщиков в регионе немало. Их 54. Суммарно руководители фирм должны своим сотрудникам почти полмиллиарда рублей. Но заметна и положительная динамика. За прошлый год число недобросовестных фирм сократилось на 22%. Иными словами, долгожданную зарплату получили почти 2000 человек. Сумма общая получилась 375 миллионов 300 тысяч рублей. Но этого мало и недостаточно. Губернатор потребовал продолжать работу с должниками. В центре внимания правительства в очередной раз ЗАО «Сталинвест» в Щекинском районе. Часть сотрудников попали под сокращение. Другие не видели зарплаты несколько месяцев. Предприятие должно 163 миллиона рублей. В прошлом году руководство фирмы приступило к выплате заработной платы. Остается другой вопрос. Куда пойдут работать те, кого сократили? В настоящее время могут быть предложены вакансии на Щекино-Азоте, в Щекинском заводе котельно-сопомогательного оборудования, Юнигрупп, в Центральном механическом заводе. Кроме того, уже готовы оказать содействие трудоустойчивым работникам «Сталинвеста». Это и Тулычермет, и ТЯЖ промоарматуры, с которыми мы проводили рабочие группы. Они выразили заинтересованность. Второе место среди худших занимает еще одно закрытое акционерное общество. Это он «Энергетик». Предприятие занимается строительством котельных и имеет крупнейший долг 25 миллионов рублей. Примечательно, что еще в прошлом году в число нестабильных компаний входило ООО «ТНИТИ». На данный момент всем сотрудникам зарплата выплачена. Правда, пришлось привлечь судебные органы. Зачастую достаточно представления прокуратуры. Органами прокуратуры в целом за два года совместно с комиссией мы внесли 8 представлений об устранении нарушения трудового законодательства. Дважды предостерегали о недопустимости директоров, в отношении которых возбуждено в итоге дело. И пять раз привлекали их к различной административной ответственности. Уголовные дела в 2017 году также возбуждены по материалам наших проверок. Прокуратура выбивает долги уже не первый год. Если в 2016 году в следственные органы направлено 25 материалов для возбуждения уголовного дела, то в прошлом году всего 4. По заверению главного прокурора области, снижение числа на проблемах материалов подтверждает данные как регионального, так и федерального Минтруда. Предприятий должников в регионе стало меньше. Илья Логинов, Андрей Ремезов. Новости Тулы.